здравствуйте уважаемые зрители 17 июля 1943 года советские части на реке миус близ азовского моря переходит наступление но враг давно готовился сдерживать противника на этом рубеже считая его новой границы германии всего было оборудовано три линии обороны первая шла по реке миус имела глубину до 10 километров вторая шла уже по высотам ну а последняя линия обороны проходила по нынешней линии разграничения на донбассе первые же дни разгорелись тяжелые бои а наше наступление сразу же на чего буксовать концу месяца части красной армии смогли только создать плацдар на правом берегу реки глубиной 10 километров но после провала цитадели манштейн перекидывает хоть и потрепанной но еще боеспособные дивизии даст райх мертвая голова и третья танковая на донбасс сосредоточившиеся в районе снежного и усилившие 24 танковый корпус теперь им предстояло атаковать фронт длиной всего 10 километров и ликвидировать советский плацдарм советские войска же могли противопоставить им всего 180 танков уцелевших после этих боев а вся тяжесть оборонительного сражения ложилась на три гвардейских стрелковых дивизий третью 33 и 49 утром 30 июля 1943 года после мощной артподготовки ветераны прохоровки с немецкой стороны перешли в наступление советские части атаковали до 300 танков и сау и около сотни бронетранспортеров разгорелись тяжелые бои эпицентром сражения в этот день стала небольшая деревушка степановка на окраине которой враг смог закрепиться уличные бои в этом населенном пункте шли около суток и порой переходили в рукопашный никто не хотел уступать шел неравный бой и за соседнюю высоту 213 9 на которой дрались бойцы 34 дивизии при поддержке танков из 37 бригады а на ее склонах шли танковые бои не уступающие узким горящая техника заболок его поле брони черным дымом драматических боях было потерян 28 наших т-34 и т-70 но немецкая дивизия мертвая голова потеряла больше 48 машин а всего за этот день фашисты недосчитались около 100 танков вторую попытку штурма немцы предприняли ночью в надежде на усталость красноармейцев но атака была отбита а на советские позиции в отместку посыпался град бомб и мин авиации артиллерия врага в буквальном смысле перепахивала советские позиции но как только эсэсовцы пошли в атаку советских позиций был открыт ураганный огонь и попытка штурма снова провалилась брак оставил на склонах 31 танк и 8 сау наибольшего успеха немцы достигли западной калиновки окружив 5 советских полков а локализовать прорыв смогли гвардейцы маргеловы стойко оборонявшие высоты на берегу меусом удерживая врага они давали шанс окруженцам вечером 31 июля после прорыва к своим выше 800 бойцов из окружения яростные бои шли из-за высоту 277 и 9 известную как саур могила 1 августа немцы занимают ее а последующая контратака красноармейцев успеха не имеет из-за налета пикирующих бомбардировщиков рейха силы защитников плацдарма редели а шансов на его удержание становилось все меньше поэтому советское командование решает отвести войска и 2 августа 1943 года плацдарм был оставлен всего за июль 1943 года наши войска потеряли 60000 общими потерями это с учетом раненых противник потерял 25000 а что касается ветеранов прохоровки дивизии сс потеряли танков в два раза больше на донбассе чем 12 июля 1943 года под курском а на этом у меня все всем всего доброго до скорых встреч до свидания